Сейчас, значит, у нас будет замечательнейший Сергей Пархоменко, которому я, как обычно, буду предлагать постичь русскую душу. Вот таким мы с ним занимаемся. Пожалуйста, не забудьте про наши социальные сети. У нас есть прекрасный YouTube. Подпишитесь на него, поставьте лайк. Ну и буду рад, если вы заглянете в наш Телеграм. Телеграм замечательный, это просто прекрасная лента новостей. Пожалуйста, обратите на это внимание. Журналист Сергей Пархоменко присоединяется к нам. Серега, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, я буду тебя сегодня развлекать, как обычно. Ты знаешь, да, чтобы, ну, так сказать, не закиснуть, если ты позволишь. Ну, начнем с нашего любимого с тобой политического деятеля, по которому мы скорбим. Это Владимир Вольфович Жириновский. Значит, наследники Жириновского в селе Париж... Ну, давай смотреть, тебе все будет понятно. Вот такая вот история. К вот этой замечательной истории, как ЛДПР взяло Париж, я хочу тебе еще дать кое-какую информацию и зрителям тоже. Она прекрасна. Сегодня же открыли памятник Владимиру Вольфовичу. И руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, замечательный такой, сообщил о работе по созданию нейросети Жириновский. Значит, в чем задача этой нейросети, он объяснил. Вот давай сразу следующее посмотрим, значит, в чем смысл этой нейросети. Это, чтобы просто было понятно, это запускает Институт мировых цивилизаций ЛДПР. Он так называется. Значит, нейросеть Жириновский, которая будет моделировать мнение умершего, то есть Жириновского, по политическим вопросам на основе его прошлых высказываний. То есть она будет брать... Зачем ты роешься в этих помойках? Ты можешь мне объяснить? Тебе это удовольствие доставляет? Мне особо-ка. Мне особо. Зачем ты роешься в этом? Это не имеет никакого значения, не влияет ни на что. Ну, как-то люди зарабатывают свои деньги, как-то зарабатывают их мошенническим путем. Ну, чего мы с тобой им помогаем, собственно? Выкинь ты это из головы. Это, по-моему, абсолютно неинтересный... В голове у меня этого нет, Сережа. В голове у меня нет. Это для меня, ну, такое откровенное развлечение. Понимаешь, чем я делаю? Ты так развлекаешься. Ну, хорошо, давай попробуем. Да, все-таки давай... Я просто предупреждаю наших слушателей. Дорогие друзья, это все не имеет никакого значения, ни на что не влияет, а является частным отхожим промыслом некоторого количества хлуев при Жириновском. Жириновского уже нет, хлуи сохранились. Они продолжают этим зарабатывать. Ну вот, так что вы к этому так относитесь. Ну, ты понимаешь, у нас есть связь. Вот ты не был подключен, а у нас был чудесный опрос, вот прямо перед тобой, перед твоим включением. Кого вы будете выбирать следующим президентом? И люди просто один за другим, молодые, старые и так далее, они говорят, ну, Путина никакого другого кандидата нет. Это украинская аудитория говорит тебе? Нет, русская, конечно. Русская аудитория. А как ты разделяешь своих зрителей? Нет, это русский опрос, мы просто знаем это. Это в Российской Федерации был опрос. А, ты цитируешь чей-то опрос. А, я думал, они тебе ответят. Да-да-да, они не видят никого другого. Понимаешь? Вот, ну, не видно. Вот они стоят и не видно. Все-таки дай мне насладиться. Понимаешь, никого другого нет. А Слуцкий, вот, значит, развлекается с Жириновским. А я развлекаюсь со Слуцким. Вот, давай посмотрим. А, что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Ну, вот такая вот история. Понимаешь, такая вот история. Я хотел тебя вот о чем спросить. Значит, тут на фоне таких каких-то проблем, которые возникают, есть, ты заметил, резко изменилась тональность во всяких ток-шоу, где уже рассуждают, как обороняться и вообще что делать. И не очень понимают они, кстати, что делать. И на этом фоне Путин дал указание. Я сначала думал, что это фейк. Если ты знаешь, что это фейк, скажи мне. Потому что ты лучше меня и более дотошно изучаешь новости. Провести, если я не ошибаюсь, в 2024 году фестиваль молодежи и студентов в Российской Федерации. Это что такое за предложение? Ну, ничего. А почему бы, собственно, им не провести свой фестиваль своей молодежи и своих студентов? Как-то денег у них, как они считают, завались. Нет, международный, международный. Ну, есть какое-то количество стран, которые находятся на содержании этого режима. Там Абхазия. Такая есть отдельная страна. Есть какое-то количество островных государств Микронезии и других архипелагов Тихого океана. Есть какое-то количество государств в Карибском море и в Центральной Америке. Но есть какие-то страны, которые... То есть это, наверное, будет в каком-то смысле, Серёжа, похоже на фестиваль молодежи и студентов 1957 года. Освобождённая Африка. Нет, это ни в коем случае не будет похоже, потому что фестиваль молодежи и студентов 1957 года был важнейшим событием, знаменовавшим собой смену эпох, и уход страшной сталинской эпохи, и открытие, ну, насколько это было возможно, Советского Союза во вне, и приехало огромное количество действительно людей, совершенно не только из каких-то там сателлитных для Советского Союза стран. Есть огромное количество воспоминаний об этом всяких, и вообще есть люди, которые там изучали историческую роль этого события. Нет, это было большое важное событие. Не нужно сравнивать. Здесь это не будет ни большое, ни важное событие. Люди с лошадиной памятью вспоминают, что фестиваль молодежи и студентов международный уже проходил в Сочи несколько лет тому назад, в году, кажется, 16-м, что ли, или 17-м. Ну, этого никто более-менее не заметил, и даже никто особенно не помнит этого. Ну, и тут, ну, да, какие-то игрушки у них есть, им нужны, так сказать, элементы для пропаганды, так сказать, дрова, которые они в эту печку будут кидать. Ну, печка же должна гореть пропагандистская. Нужны дрова. Кроме того, конечно, это всегда способ украсть. Это всегда государственные бюджеты, довольно большие, довольно трудноконтролируемые. Их передают каким-то близким к власти людям, которые успешно существенную часть этих бюджетов уворовывают. Вот, так что есть масса, так сказать, лоббистов этого мероприятия, которые составляют какие-то планы и всячески его продвигают, всячески как-то на нем настаивают, что обязательно это надо сделать, это будет иметь огромное значение, это поможет тому и сему, хотя на самом деле речь идет, конечно, о заработке. Но надо понимать, что все-таки огромное количество по-прежнему в буквальном смысле относятся к войне как к источнику заработка. И люди очень стремятся, есть такие в России предприниматели, опять-таки близкие к власти, которые очень стремятся каким-то образом получить доступ к тем ассигнованиям, которые даются на восстановление разрушенных российской армии городов. Какое уж там будет восстановление, это мы посмотрим. А вот деньги настоящие. Денег много закачано туда и закачивается дальше. И эти деньги есть люди, которые мечтают украсть. И в Мариуполе, и в тех частях Донецкой, Луганской области, и даже в малюсеньком остатке Херсонской области, и Запорожской области, которые остались пока под контролем российской армии. И в Крыму, разумеется, тоже. Вот мы слышим все время о том, что там строятся какие-то инженерные оборонительные сооружения, роют огромное количество окопов, устанавливают какие-то бетонные надолбы и так далее. Это все деньги, это все ассигнования, это все можно красть. И крадут. Люди типа Хуснулина, я не знаю, твои зрители не знают это имя или нет, но это человек, который в свое время сыграл очень большую роль в освоении, так сказать, грандиозных бюджетов на реконструкцию Москвы, потом отправился на федеральный уровень, а сегодня вот он человек, который возглавляет все вот эти, так сказать, восстановительные работы. Я почему на этом останавливаюсь? Потому что это одного, так сказать, порядка вещь. Это все вот, так сказать, такой тыл войны. В этом тылу можно поживиться. В каких-то случаях поживиться за счет строительства дорог и каких-то инженерных сооружений на опустошенной, разрушенной территории, а в каких-то случаях поживиться за счет вот таких международных, абсолютно никому не нужных, кроме их организаторов, событий, которые еще потом дадут какой-то там выхлоп такой агитационный, можно будет там наснимать разных роликов. Ну и тоже правильно, кстати, говорят, я слышал одно обсуждение сегодня в утренней программе нашего с тобою друга и коллеги Александра Плющева в Ютьюбе. Там речь шла о том, что это, конечно, еще такая колоссальная вербовочная операция. Что это такая массовая такая ярмарка вербовок. Вот привозят разнообразных молодых людей и там с ними устанавливают долгосрочные отношения. Ну, понятно, что выходцы из Абхазии и там, я не знаю, Гондураса, они очень интересны. Вот. А вот выходцы, например, уже из Сирии или из Ирана интересны. И я думаю, что российские спецслужбы не прочь освежить, так сказать, набор своих информаторов, своих агентов и в этих странах. А то, может быть, все-таки удастся кого-то затащить и, скажем, из европейских стран. Потому что люди разные партии, разные, я не знаю, обратятся вот к германской партии «Альтернатива для Германии» и попросят их сформировать какую-нибудь туда делегацию. Или обратятся вот к тем нескольким депутатам французского парламента, о которых мы часто говорим, которые там и в Крым ездили, и как-то всячески Путину подмахивали в разных его агитационных событиях. Их есть несколько таких человек. Был подробный материал, по-моему, в «Инсайдере» о том, как их оплачивают, как, собственно, формируется гонорарный фонд для них. Найдена была компания, которая там посредничает для оплаты их. Ну вот если их попросить, может, они и французов каких-нибудь привезут. А там с Берлускони, если поговорить, то, может, и итальянцев дадут пяток. Вот, так что будет кого и повербовать. Так что это тоже важная вещь, такая большая специалистическая операция. Я тебе сейчас коротко расскажу одну историю, которая была для меня вчера неожиданной. Я увидел видео. Значит, есть такой украинский военнослужащий, он очень популярный. Такой дядька с бородой, с низким голосом. Его зовут Мадяр. Ну, позывно его Мадяр. Слыхал что-то, да. Значит, а? Что-что? Слыхал такое имя. Слыхал, да. Значит, у него подразделение авиаразведки. Ну и вот у меня написано, Мадяр кое-чего там показал. И вот на экране картинка. И я не могу понять, что. Он показывает стадион. Крупным планом. Шикарная картинка. HD. Значит, он показывает стадион. Молчание. Камера идет вправо, влево. Пустой стадион. Там нет соревнований. После этого эта штука, вот которая это снимает, она взлетает вверх, поднимается. И вдруг выясняется, что это Донецкий стадион. Мы прямо видим на каждой сидушке фантик. Понимаешь, кто-то там оставил. Потом камера разворачивается, и перед нами прекрасный Донецк. Идут люди, и людей видно детально и так далее. Потом появляется этот Мадяр, который говорит фразу типа «Мы уже тут, готовьтесь». И это произвело на меня большое впечатление, понимаешь, когда это видишь. И вот я дополню этой информацией. Беспилотник с камерами упал на территории ракетостроительного завода «Факел» в подмосковных «Химках». На этом заводе делают ракеты. Сообщали о взрывах в Курске, ранее в Белгороде. Россияне даже спускались в укрытие во время взрывов. Ну, в Москве 9 мая анонсирован парад. И мероприятия пройдут в других городах. А в Белгороде, например, парад решили не проводить, сообщил губернатор. Ну, россияне начинают чувствовать войну? Или всё никак? Ты знаешь, мы с тобой всё время возвращаемся к этому разговору. Я каждый раз произношу эту формулу, но мне не остаётся только повторить её снова. Россияне разные. Очень разные. Есть такие, которые войну чувствуют с первой секунды этой войны. Например, я. Зачем далеко ходить? И множество моих коллег, и друзей мы все очень чувствуем. Уж как-то ничего важнее в нашей жизни, чем эта война не происходит. Есть люди, которым потребовалось время. И какие-то события, коснувшиеся лично их, для того, чтобы почувствовать войну. Есть люди, которые начинают о чём-то смутно догадываться. Есть люди, которые совершенно искренне не понимают, собственно, что происходит. И чё все так волны, чё все так нервничают. Есть люди, которые предпринимают огромные усилия для того, чтобы не чувствовать войну. Для того, чтобы сохранить своё, так сказать, равновесие и безразличие и спокойствие в этих, так сказать, бурных водах. Кто-то выбирает просто такую жизненную стратегию. Люди по-разному. Конечно, в целом, ну, мы не можем не подозревать, что просто некоторые события последнего времени, залетающие на российскую территорию, всякие летательные аппараты, какие-то странные взрывы, какие-то удивительные пожары, теракты, которые происходят на российской территории, их уже было несколько. Ни про один из них мы не можем сказать ничего окончательного. И по-прежнему сохраняется там несколько разных версий, кто произвёл этот теракт. Но, тем не менее, мы можем сказать только одно все, про них про все. Что, когда идёт война, то на территории всех воюющих стран происходят террористические акты смерти и разрушения. И если кто-то думает, что две страны могут воевать, а разрушения и смерти будут только на одной стране, а на другой не будут, тот человек ошибается. Будет и там, и там. И мы видим, и этих терактов ещё будет. Они будут разные, и диверсии будут, и всё будет. И люди, постепенно наблюдая это, начинают о чём-то догадываться. Конечно, вот это надо понимать, что есть огромное количество людей, которые не то чтобы там не могут чего-то не понять, они не хотят. Они не понимают активно, так сказать, деятельно не понимают. Деятельно не раскаиваются. Деятельно не хотят знать и так далее. Это тоже такая работа. Это самозащита, собственно, этих людей. На них опирается пропаганда, несомненно. Есть люди, которые заблуждаются добросовестно, или люди, которые просто не способны это, так сказать, переварить. Ну, как-то требуется какой-то интеллектуальный уровень всё-таки, чтобы сложить причины и последствия, чтобы понять, что откуда взялось. И увидеть дыры и щели в пропагандистских сообщениях, где там чего не сходится. Нужен мозг для этого. Мозг есть не у всех. Ну, так это в любой стране, к сожалению, там. Следующий сюжет, который я тебе покажу, он как бы рождён... Тут цапали две вещи. Во-первых, сегодняшняя новость, что Сергей Миронов предложил главе Конституционного суда рассмотреть возможность возвращения смертной казни в России. Ну, Миронов не первый раз об этом говорит, и другие политики там всякие. И это, по всей видимости... Ну, в общем, это не одиночная история, потому что сейчас ты увидишь восьмое видео будничное рассуждение пропагандистов, что делать с врагами народа. Вот давай послушаем, что предлагается. У нас почему по нашей земле вся эта сволочь ходит? Мы почему до сих пор их терпим? Мы у вас на передаче сколько раз говорили, что победить на фронте, надо сначала победить внутри. Вот здесь. Вычистить всё это, не стесняться. Надо ли там враг народа? Ну, сегодня уже предельно понятно, что враги народа есть. Мы же от этого все отречивали, что это Сталин придумал. При нём это было понятие. Но сегодня это кто? Это не враги народа? Это именно враги народа. И сегодня, видимо, надо приходить к тому, что этих врагов народа называть врагами народа. А не тем, которые там ждуны, ещё кто-то. Именно враги народа. Те, кто сегодня мешает нашей победе и способствует поражению России. Вот это самый главный момент. И этого не надо бояться. Может быть, надо вернуть чётки смертную казнь? Я думаю, что надо определить понятие. Вот первое, самое главное. На то, что мы их пристрелим, наверное, будет хорошо. Но если они пожизненно будут день кайлов махать на строительство железной дороги в магазине, это, наверное, будет не хуже. Без права амнистии вообще каким-либо преференциям. И показывать их по телевизору, что они там сдохнут на этой железной дороге и будут под ней покородены. Вместе с этим кайлом. Не ломать голову по этому вопросу. Генпрокуратуру Российской Федерации попросили проверить певицу Диану Арбенину по статье о дискредитации вооружённых сил. Речь идёт в частности о песне «Не молчи», которую Арбенина представила в апреле 22-го года. С тех пор было отменено несколько концертов ночных снайперов. Ну и мы знаем вот эти бесконечные проверки вот этих двух стендаперов, которые выносили, пародировали вот эту вот статуэтку, которую дали вот этому военкору. Ну и так далее, и так далее. Вот татарскому идеи овладевают массами. Как ты думаешь, идёт дело к принятию закона о смертной казни? Я думаю, что да. Я думаю, что это совершенно, опять же, в логике, так сказать, пропагандистских событий и пропагандистского, я бы сказал, процесса. Да, это тоже такое полено, в которых ту же печку. Как-то надо что-то обсуждать, надо вокруг чего-то устраивать эти танцы. Не, ну подожди, но тогда получается, что кого-то по этой статье, я не знаю, будет ли она называться «Враг народа», но кого-то что, приговорят к смертной казни за песню? Ну, то есть вот... Если война продолжится ещё достаточно долго, а вместе с войной проживёт этот режим достаточно долго, то мы увидим и это, несомненно. Ну, развитие-то идёт туда. Нигде не сказано, что оно должно остановиться на полусловии. Да, ну вот мы движемся в этом направлении. Россия движется в этом направлении. Она создала себе этот режим, и этот режим развивается в связи, так сказать, в соответствии со своими внутренними законами. Эти законы ясно свидетельствуют, что будет и это. Будут и репрессии, и смертные казни, к сожалению. Ну, как-то я сам себя слушаю, и сам удивляюсь, что я таким спокойным тоном об этом говорю. Но просто с тех пор так... Да, я помню одну твою довольно интересную фразу, я часто её цитирую. Это давно ты сказал, это ещё то ли эхо было, то ли уже на живом гвозде, когда тебя спросил ведущий, может ли быть что-то, ну, что-то, вот типа вот как мы сейчас говорим про смертную казнь. И он сказал так, ну, это же логично, это же не вкладывается в логику насчёт чего ты сказал замечательную фразу. Ну, а война 2008 года в Грузии, она вкладывалась? А война, которую сейчас начали в феврале, она вкладывалась? И дальше ты сказал, ну, если эту войну начали, вот, значит, так логично, то всё остальное просто прикладывается. Конечно. Конечно, всё остальное следствие этой войны. Уже самое большое преступление совершено уже. И, так сказать, теперь всё дозволено. Собственно, теперь нет никаких ограничений. Ну, хорошо. А вот это, то, что я тебе сейчас... Давайте мы это там прибережём, давайте мы это отложим, давайте мы дождёмся момента, когда можно будет, так сказать, продать это населению с наибольшим успехом и так далее, и так далее. В целом барьеры сняты. Они сняты, ну, в смысле, там, скажем, российского законодательства, российского законотворчества. Они сняты ещё раньше, ещё даже до войны, в 20-м году, когда абсолютно беззаконным образом была изменена российская конституция. И стало понятно, что её можно менять сколько угодно раз, по любому поводу и по первому требованию. Поэтому вопрос о том, что ну, это же не соответствует закону, это невозможно принять, это будет противоречить тому и сему, конституционный суд этого не допустит и так далее. Вот весь этот набор вопросов, он полностью снят ещё в 20-м году. Всё в законодательном смысле, в юридическом смысле можно. И в России любое действие властей является законным в том смысле, что при первой же необходимости закон можно изготовить. и подложить его под это действие. Можно это сделать постфактум, как мы видели, законы в России теперь имеют обратную силу. Можно это сделать постфактум, можно это сделать заблаговременно, если как-то есть такие планы. Но, в общем, нет здесь никаких технических сложностей. И для принятия, для возвращения смертной казни активно. В России, кстати, смертная казнь не отменена. Она, так сказать, заморожена. Она заморожена. Да, постольку, поскольку Россия считала необходимым придерживаться, во всяком случае, формально, во всяком случае, так сказать, по букве, придерживаться разного рода европейских законодательных актов, конвенций, деклараций, не всякого такого. Россия освободила себя от этого. Даже этого формального, эфемерного, сдерживающего элемента больше нет. Если позволишь, я хочу успеть показать тебе еще два сюжета. Вот ты говоришь, что все возможно, и понятно, что все возможно. А вот это возможно, то, что в девятом видео предлагает Соловьев. Я считаю, в нашем обществе надо возвращаться к тому лучшему, что было во времена товарища Сталина. Навальный долгие годы оставался такой святой коровой. Нельзя было трогать. Хотя все знали, что он нацист. Все знали, что он мерзавец, подонок, работающий на западные деньги. Создающий здесь сеть. Вся эта сволочь, она же ходила на митинги. Мы против войны. Вот эта тварь, которая осуществляла, притом продумана. Теперь ее кто-то жалеет, Запад ее жалеет. Ее надо повесить вместе с ее сообщниками. Повесить, как вешал Советский Союз, нацистов. В стране необходимо возродить СМЕРШ. Мы не понимаем, что происходит? Мы не понимаем, что... В чем замысел врага? Я сейчас не о Соловьеве, ладно? То есть о нем мы не говорим. Вот такие живые идеи. СМЕРШ. Ну и так далее. Вот такое вот. Вот такое возможно? Что значит возможно? Мы уже только что говорили. С тех пор, как страна ведет войну, с тех пор, как во главе страны военный преступник, возможно все. Остальное тактика и техника. Вот кто-то сидит и, так сказать, поворачивает эту ручечку. Там на том конце ручечки, вот там в случае Соловьев, но их есть там целый ряд разных. Вот повернул еще на два деления, появилось слово повесить. Там есть еще много делений. Еще повернет на два деления. Много других слов. Появится слово, да, четвертовать, колесовать, я не знаю, что там еще какие-то, что у них там еще на этой шкале. Богат русский язык, да, на эти дела. Хорошо. На том конце у человека такая собачья служба. Ну вот, кто-то крутит ручечку, он должен, в соответствии с положением ручки, должен признать слова. Да. Да. Я хотел, мой дорогой, показать тебе еще один сюжет. Пригожин посетил кладбище подразделения своего, вот это ЧВК Вагнер, и послушай, что он сказал. Это то самое кладбище ЧВК Вагнер, вокруг которого было много вопросов, обсуждений. Здесь продолжают хоронить бойцов ЧВК Вагнер. На сегодняшний день никаких проблем нет. Мы его собираемся благоустраивать и делать из этого кладбища мемориал для будущих поколений, которые должны понимать, что любая война, она приводит к тому, что уходят бойцы, уходят из этой жизни, остаются с нами вечно, и их память остается вместе с нами. Поэтому вот то самое кладбище. Да, оно растет. Те, кто воюют, иногда погибают. Так устроена жизнь. И у меня к тебе вопрос. Вот сделают, например, мемориал, ну если еще продлиться, это долго, его будут посещать, там будут пионеры честь отдавать вот этим людям, которые там похоронены. В зависимости от того, чем кончится война. Если война кончится как-то поражением этого режима и, соответственно, гибелью всей этой, так сказать, системы, понятно, что она не переживет этого поражения, тогда это будет пятном позора. Другое дело, что на свете есть и мемориалы позора. Такие места тоже в мире есть. Ну вот там, я не знаю, есть же там, скажем, мемориальные комплексы на тех местах, где были большие концентрационные лагеря. Люди приезжают туда на экскурсии. Они приезжают с двумя целями. С одной стороны, они горюют о жертвах и пытаются проникнуться всем этим ужасом, а с другой стороны, они приезжают туда наполниться, так сказать, благородным чувством ненависти к тем, кто это устроил. Вот, возможно, мемориал, который будет на этом месте, он тоже будет обладать какими-то вот такими сложными сложными смыслами. И люди будут приезжать за разным туда. Дело в том, что у этого, ну, пока я хотел бы все-таки прокомментировать эту речь, там есть два обстоятельства, которые обращают на себя мое внимание. Во-первых, он говорит, нет никаких проблем. Проблема есть. Эта проблема заключается в том, что это кладбище очень большое. И это колоссальная проблема. А второе, он говорит, что жизнь так устроена. Вот это очень характерная вещь для людей, совершающих такого рода чудовищные преступления. Они очень любят переходить на какие-то неопределенно личные конструкции. Так вышло, получилось, как-то сложилось. Население истребляется. Оно само истребляется. Города разрушаются. Они сами разрушаются. А тут вот у них сложилась жизнь так устроена, что люди погибают. Нет, это не жизнь так устроена. Это вы так устроили. Вот этот человек, стоящий перед камерой, должен был бы сказать, я убил всех этих людей. Я их привез на войну к организации и разжиганию, к которой я имел прямое отношение. И я сделал так, что всех их сейчас едят черви. Многих даже не едят, потому что там под этими холмиками ничего нет или есть какая-нибудь горсточка, чего-нибудь такого обгорелого, что там выскребли из танка. Там и есть-то нечего этим червям. Вот. Это я сделал, должен был бы вам сказать. Я убил. Ну, я надеюсь еще когда-нибудь услышать, как он и разные другие люди будут это говорить в торжественной обстановке какого-нибудь международного трибунала. Но вот это очень важно, чтобы люди, которые слушают это, они имели этот навык автоматического перевода неопределенно личных и обобщенно личных конструкций в определенные личные, чтобы там появлялось местоимение. Я, мы сделали, устроили, организовали, убили, уничтожили, разрушили и так далее. Я, мы. Это должен в голове работать такой автоматический переводчик. Спасибо. Сереж, спасибо тебе большое, что принял участие в нашей программе. Очень интересно. Сергей Пархоменко. Спасибо. Спасибо. Спасибо.